Спасибо. Всем добрый вечер, кто остался в столь поздний час здесь до сих пор. Итак, меня зовут Максим, я занимаюсь тем, что преподаю в принципе физику и астрономию в школе, поэтому, наверное, немного неожиданно такой большой зал перед собой видеть, не 30 человек все-таки, и все же. Наш сегодняшний разговор будет о Солнечной системе. Давайте я вам сразу видео красивое поставлю, его, наверное, надо нажать на кнопочку, чтобы оно запустилось. Да, вот, пусть будет картинка перед глазами. Итак, мы сегодня будем говорить о том, как в принципе возникла Солнечная система, как сформировались планеты, вот здесь вот вы видите уже некоторые планеты, что у нас есть сейчас, по каким законам планеты движутся, какие в принципе закономерности есть в Солнечной системе, и что самое интересное, что ее ждет в, ну пусть и не ближайшем будущем, поскольку времена в астрономии, как мы знаем, достаточно велики, но лет так через 3, 4, 5, 6 миллиардов поговорим об этом. Сразу отмечу, что, наверное, уже говорю, наверное, очень часто буду произносить слово «вероятно», скорее всего, «может быть». С чем это связано? Дело в том, чтобы точно сказать, что какое-то явление произошло, наверное, надо его увидеть. Либо увидеть его непосредственно в Солнечной системе, но, понятное дело, по понятным причинам мы не можем увидеть, как произошла Солнечная система. Точно так же, как мы не можем на нее посмотреть сейчас как бы сверху. Ни один аппарат заведомо не долетел до границ Солнечной системы, которые более-менее, кстати, размыты. И тем более ни один аппарат не смог снять Солнечную систему, как бы такой, какой она видится нам на тех же самых картинках, в интернете, в учебниках и так далее. Ну, не то, что не пытались, а просто это бесполезно, потому что вы, наверное, из предыдущих лекций поняли, что все, что мы видим, когда уходим далеко-далеко, это вот такая вот дрожащая точечка. Но Солнечная система — это не исключение. И поэтому говорить о том, что что-то произошло точно, что-то произойдет, ну, скорее всего, можно говорить только на основании вот таких вот слов «вероятно», может быть. Хорошо. Давайте приступим к нашему разговору. Итак, наверное, надо начать с того, что человек вообще, в принципе, что мог вообще человек видеть с древних времен вокруг себя. Ну, это звездное небо, возможно, там атмосфера была не столь загрязненной, как сейчас, и звезды были видны лучше. Но, в принципе, сути дела это не меняет. Он видел окружающий мир, и, разумеется, его интересовало знать, как он устроен и как он появился. Все же не зря философы вечно задают вопрос о том, кто мы, как возник этот мир. И, собственно, на таких вот, наверное, вопросах и возникло то, что называется натурфилософия. Это как бы такая протонаука, которая была во времена Аристотеля, Демокрита, вот все эти древнегреческие ученые. Да и, в принципе, сюда можно добавить и арабских ученых, которые рассуждали о том, как возник мир, но не применяли какие-то математические модели. Все это можно назвать протонаукой. И, соответственно, натурфилософией. Во времена уже вот этих вот персонажей, которые здесь представлены, в частности, Исаака Ньютона и Галилея у Галилея, это где-то 17 век нашей эры, соответственно, произошла так называемая научная революция, когда мировоззрение людей поменялось коренным образом. И в основном за счет того, что люди приняли так называемую гелиоцентрическую систему Коперника, согласно которой все-таки Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. Хотя, опять же, это такой вопрос с подколом. Смотря в какой системе отчета мы находимся. Ведь если мы поместим систему отчета на Землю, то получается, что все-таки Солнце вращается вокруг нас, а не наоборот. Поэтому это такой вопрос интересный. Однако все-таки было установлено, что Солнце является центральным телом Солнечной системы. И, соответственно, Иоганн Кеплер, изучая множественные цифры наблюдений астрометрических Тихо-Браги, смог открыть, вывести три закона, по которым движутся все тела в Солнечной системе. И, соответственно, первый из этих законов гласит о том, что все тела движутся по эллиптическим орбитам. Такая вот окружность, но немножечко вытянутая. И в одном из фокусов этой орбиты находится как раз-таки центральное тело — Солнце. Хотя, конечно, надо понимать, что между Солнцем и планетами действует сила притяжения. Поэтому планеты, несмотря на то, что их масса составляет доли процента от массы Солнца, все же они воздействуют на Солнце. И поэтому Солнце тоже находится в небольшом движении, тоже движется по небольшому эллипсу. То есть, можно сказать, дрожит. Хотя мы этого, конечно, глазами не замечаем. Тем более, когда смотрим в солнечный день на чистое небо. Соответственно, Галилео Галилей, который представлен опять же на следующем слайде. Что он сделал? Ну вот спорный до сих пор момент. Я тоже не особо знаю всю эту историю. Кто изобрел точный телескоп? Но можно точно сказать, что Галилео — это тот первый человек, который вообще предложил взять такую вот, ну, телескопом это не назовешь, но вот подзорную трубу. Ну, сколько у него там диаметр зеркала? Несколько сантиметров, да? И поднять ее в небо и посмотреть, что же можно будет там увидеть. И, соответственно, увидел планеты, увидел, собственно, Солнце, темные пятна на Солнце. И, соответственно, открыл известные крупнейшие спутники Юпитера, о которых уже сегодня говорили. Ио, Европа, Ганимед, Калиста, так называемые Галилеевы спутники. Все это происходило примерно в 17 веке. И, собственно, человек начал познавать, открывать для себя Солнечную систему, как минимум, методом наблюдения. В то же время развивались такие науки, как механика, в частности, появилась аналитическая механика, так называемая теоретическая. И стали строиться первые модели того, как вообще, в принципе, все это должно двигаться. И является ли Солнечная система такой вот устойчивой системой? Не знаю, возможно ли ответить на этот вопрос даже сейчас, поскольку для того, чтобы понять, устойчивая система или нет, нужно пронаблюдать ее поведение несколько, ну, в нашем случае, наверное, несколько миллионов лет. Ну, человек, как вы знаете, не живет столько, и научные открытия начались, даже если взять вот эти вот аристотелевские предположения о возникновении мира, там сколько получается, ну, пять тысяч лет назад. Понятное дело, что за такой короткий период невозможно, в принципе, понять, устойчивая система или нет, поскольку если систему выводят из равновесия, то есть такое понятие, как время релаксации, в течение которого эта система в равновесие возвращается. И в случае Солнечной системы это до сих пор один из таких вот интересных вопросов. Однако, скорее всего, мы можем сказать, что в раннем, скажем так, на этапе ее формирования она была явно неустойчивой. Поясню скоро почему. Однако, сейчас давайте посмотрим на нашу Солнечную систему. Ну, вот здесь вот представлено Солнце и, ну, восемь крупных планет, там еще старая картинка. Плутон до сих пор на своей девятой орбите, сейчас он является карликовым телом. Ну, вот такая вот красота, классическая картинка из учебника по физике и астрономии, с сайта Яндекс. Можно заметить, что орбиты довольно плотно расположены к Солнцу. Понятное дело, что в реальной жизни это не так. И поскольку Солнечная система так называется системой, видимо, там есть какие-то закономерности, по которым планеты расположены в этой системе. Пытались вывести какие-то математические соотношения, которые будут описывать, что, например, Меркурий находится на таком-то расстоянии, Венера на таком-то, значит, Земля на таком-то, и там какая-нибудь n-ная планета, 29-ая, должна быть строго на таком расстоянии от Солнца. То есть построить какие-то соотношения между радиусами орбит. Пусть они и эллипсы, у них есть там большая, малая полость, можно считать их окружностями для упрощения разговора. Хотя понятное дело, что радиус орбиты при движении планеты постоянно с течением времени меняется, и поэтому планета то быстрее движется вокруг Солнца, то медленнее. Соответственно, в наиболее близкой к Солнцу точке она движется с максимальной скоростью, это так называемый перигелий, а в своем фелии она движется наиболее медленно, потому что находится дальше всего от Солнца. Ну так вот, пытались построить вот эти вот какие-то соотношения, но есть такое, возможно, кому-то известное правило Цитиуса Баде, согласно которому каждая последующая планета располагается примерно в полтора раза дальше от предыдущей. Однако эта такая гипотеза, ну как, не знаю, как это назвать на самом деле, даже гипотеза, не гипотеза, она не самая общепринятая. То есть расположение тел в Солнечной системе пока что не смогли описать как-то точно математически. Хотя и стахастическими, то есть случайными, они тоже явно не являются. И это мы действительно можем наблюдать. Ну вот, собственно, давайте поговорим о том, из чего состоит Солнечная система сегодня. Во-первых, это звезда по имени Солнца, центральное тело, образующее систему 8 крупных планет. У многих планет, да, всего лишь две планеты крупные, это Меркурий и Венера, они не имеют своих естественных спутников. Если пересчитать, в принципе, количество спутников, то получится число больше 120, поскольку только у Юпитера и у Сатурна свыше 60 спутников. Ну, соответственно, по мере изучения Солнечная система открывала все больше и больше тел. Открывались там в 18 веке Уран, Нептун. Далее, в 20 веке открылся Плутон. Открылся огромный мир карликовых тел, которые находятся в поясе Койпера. Изучался пояс астероидов. И, наконец-таки, стало известно, что на самом деле вся Солнечная система окружена как бы таким оболочкой, можно сказать, сферической оболочкой из мелких ледяных тел, которое сейчас называется Большое и Малое Облако Оорта. Ну и, разумеется, вдобавок к этому, следует отметить, что не только на границах Солнечной системы живут все вот эти вот малые тела. Кометы тоже являются малыми телами. И, соответственно, те тела, которые могут рассекать Солнечную систему, двигаясь на самом деле не к Земле, как считают очень многие, кстати, у меня ребята, школьники, что каждый астероид стремится упасть именно на Землю. По факту-то он движется к Солнцу, не к Земле. К Земле он начинает двигаться только тогда, когда он пересекает вот эту вот область космического пространства, где гравитация Земли становится больше, чем гравитация Солнца. Итак, соответственно, все вот эти вот планеты можно разбить условно на три класса. Планеты земной группы, которые, не буду подробно на самом деле говорить о планетах, которые состоят из ядра мантии и коры, ну вот за исключением, наверное, Меркурия, поскольку он поддавался такой мощной бомбардировке в прошлом, что о коре как таковой, да, вот кора — это то, почему мы ходим, в принципе, на Земле, континенты, океаническая кора под дном океана, то о коре Меркурия, в принципе, нельзя говорить как таковой. Планеты-гиганты, которые состоят в основном из газа, ну вот здесь вот Сатурн, Юпитер — это приблизительно в основном водород гелий, на Уране и Нептуне есть еще и метан, и скорее угарный газ даже. Поэтому Сатурн, Юпитер классически называются планеты-гиганты, Уран, Нептун, поскольку находятся дальше всего от Солнца, это ледяные гиганты. Ну и, как я уже сказал, огромное разнообразие карликовых тел, карликовые планеты во главе, наверное, с Плутоном, хотя Плутон не является самым крупнейшим из них, но, однако, является одной из самых интересных систем в нашей Солнечной системе. Такое маленькое тело, пять спутников, как вы уже успели услышать, разнообразнейший рельеф, динамика атмосферы, которая состоит из азота, и это учитывая, что она находится на достаточно далеком удалении от Солнца. Как же все это сформировалось? Давайте поговорим об этом. Ну вот здесь вот как раз-таки еще облако Орта, поиск Койпера. Кстати, вот сразу, он работает, да, вот так, во, можно заметить отличие карликовых тел от крупных планет. Вот все планеты вращаются примерно в одной плоскости, в плоскости эклиптики, в то время как большинство, практически все карликовые тела, они как бы к ней наклонены. И вот Плутон не исключение, у него тоже орбита наклонена, поэтому это тоже одна из причин, почему его исключили из звания таких фундаментальных планет. Хорошо, теперь, наверное, следует сказать о том вообще, где находятся примерно границы Солнечной системы, чтобы понять, в каких масштабах мы будем работать. Ну вот здесь вот такая очень схематичная картинка. Солнечная система, там планеты, 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 последняя вот планета Нептун, да, вот ее орбита. Соответственно, примерно, ну можно сказать, что Солнечная система — это та система, в которой главенствует, во-первых, гравитация Солнца, а во-вторых, вот если вы здесь увидите такая вот есть граница, которая называется гелиопауза, что это за граница? Это та граница, в которой солнечный ветер равен примерно по мощности галактическому ветру, то есть они уравновешиваются. Следовательно, примерно это и есть, ну, условно, граница Солнечной системы. А также здесь представлены космические аппараты, которые были запущены там еще в советское время, но здесь, наверное, надо еще один добавить, который это New Horizons, Новые Горизонты, который к Плутону полетел. Вот, а, соответственно, космические аппараты, которые пытаются вылететь за границу Солнечной системы и периодически посылают какие-то сигналы, мы можем понять о том, что они до сих пор живы. Хорошо. Ну, для того, чтобы родилась система, должна родиться ее центральное тело, то есть Солнце. Давайте поговорим о том, как родилось Солнце. Ну, Солнце является классической звездой, которая находится сейчас на так называемой главной последовательности, желтый карлик. Ну, и, соответственно, как и все звезды, должно рождаться, ну, примерно по одному и тому же, как сказать, сценарию. Вот. Итак, сначала у нас есть некоторое молекулярное облако, и в нем случайным образом возникает некоторое уплотнение. Хотя были гипотезы о том, что вот эти вот уплотнения могут возникать в результате того, что это облако, вращаясь вокруг центра галактики, проходит некоторое такое нестабильное место. Да, и, соответственно, возможно, какие-то неустойчивости, которые приводятся к тому, что возникают уплотнения. Мы же понимаем, что гравитация между молекулами, о гравитации вообще между молекулами идти речи, в принципе, не может, поскольку молекулы, атомы, молекулы имеют очень маленькие массы, поэтому сила гравитационного притяжения между ними гораздо меньше, чем сила отталкивания. Ведь когда они сближаются слишком быстро, возникают клоновские силы отталкивания. Хорошо. Ну, допустим, произошло это уплотнение, ну и поскольку облако было в движении, оно начинает немножечко вращаться вокруг своей оси. И таким образом происходит небольшое сжатие облака. Причем сжатие облака идет больше, наверное, в перпендикулярном направлении, нежели в горизонтальном. И в центре облака, соответственно, за счет сжатия высвобождается гравитационная энергия и происходит нагрев. И в центре облака начнет формироваться горячий центр, соответственно, который превратится в будущую звезду. Однако, что же делают, скажем так, периферийные области этого диска? Ну, они также вращаются вокруг общего центра. И, возможно, в них тоже уже начинают формироваться какие-то локальные сгущения, которые в дальнейшем вырастут в то, что мы называем сейчас планетами. Ну, здесь как раз-таки этот цикл примерно приведен. И формируется такой вот протозвездный диск с очень горячим центром и вот каким-то, возможно, даже, ну, либо кольцами, либо такими очень пыльными кольцами вокруг него. Ну, и, соответственно, как только температура центра достигает порядка нескольких миллионов градусов, начинают происходить ядерные реакции, правильно сказать, даже термоядерные реакции превращения водорода в гелий, и зажигается звезда. То есть с этого момента рождается новая звезда, а вместе с ней рождаются, ну, как уже было сказано, от одной и, возможно, более планет. Хотя, на самом деле, изначально планетами их назвать нельзя. То есть нельзя говорить о том, что вот Земля родилась такой, как она родилась. Все океаны, атмосферы, животные сразу появились. Нет, конечно. Каждая планета проходит довольно интересный цикл и рождается, на самом деле, из таких вот маленьких карликовых протопланет, которые называются планетеземали. И вот эти вот планетеземали, которые формируются в основном за счет акреции, то есть слепания вот этих вот частичек пыли и газа, которые вот здесь вот вокруг новорожденной звезды образуются, и за счет слепания происходит нарастание массы. Эти планетеземали могут сталкиваться. То есть изначально, в принципе, солнечная система представляла собой такой вот бильярдный стол, по которому, возможно, условно ударили, сделали первый ход, и, соответственно, эти планетеземали абсолютно случайным образом двигались. Хотя, опять же, точно говорить о том, как это происходило, мы не можем. Мы можем предполагать, поскольку даже глядя на другие планетные системы, мы же не можем сказать, что, смотрите, ну, не, мы можем говорить, что там где-нибудь далеко есть планетная система, но мы не можем наблюдать того, как она формируется. Поэтому мы не можем точно говорить о том, как, в принципе, формируются планетные системы. Мы знаем какой-то общий механизм, который не противоречит законам физики, ну, и вот мы как раз-таки о нем сейчас и поговорили. Хорошо. Допустим, звезда родилась, родились планеты. Подтверждение этому, кстати, о том, что звезды действительно рождаются, мы можем увидеть, ну, например, в современном мире, да, у многих созвездий, но здесь просто самое известное созвездие Ориона. Это такая современная область звездообразования. И если мы видим, например, глазами примерно вот такую картинку, то если мы перейдем в другой спектр, то мы увидим вот что. И пусть нам глазу не видно, что здесь на самом деле есть огромные облака пыли и газа, это же не значит, что их действительно нет. То есть если мы перейдем в другой спектр, то мы увидим, что на самом деле здесь есть газ, и он светится. И как раз-таки вот так называемые колыбели звезд, в которых происходит звездоформирование, ну, а вместе с тем, вероятнее всего, формирование планетных систем. Хорошо, давайте теперь поговорим немножечко о Солнце, уже приблизаясь к тому, как же все-таки наша Солнечная система погибнет. Ну и погибнет ли она вообще. Раз у нас Солнце является центральной звездой, которая обеспечивает энергию для протекания практически всех процессов на Земле, на других планетах, ну, которые достаточно близко расположены, конечно, к Солнцу. Однако, понятное дело, что если что-то начнет происходить с нашим Солнцем, то что-то начнет происходить в нашей Солнечной системе, то есть она начнет, вероятно, как-то меняться и подстраиваться. А Солнце, как я уже сказал, такая типичная звезда, желтый карлик состоит из ядра, температура которого как раз-таки несколько десятков миллионов градусов Цельсия, в котором происходят реакции превращения водорода в гелий. О цикле мы потом чуть позже поговорим. Соответственно, дальше эта энергия, высвобождающаяся в ядре, должна как-то достичь поверхности Солнца. Следовательно, проходя радиационную и конвективную зону, эта энергия высвобождается, подогревая, соответственно, поверхность Солнца. Вот та оболочка, которую мы видим, называется фотосфера. Хотя, на самом деле, она не является последним слоем Солнца, поскольку за фотосферой идет хромосфера. Ну и, соответственно, последняя оболочка — это солнечная корона. Мы можем наблюдать лишь фотосферу, поскольку она видна в видимом диапазоне. На фотосфере мы можем наблюдать такие интересные явления, как солнечные пятна, солнечные выбросы мы иногда видим, довольно красивые протуберанцы, которые изгибаются и в виде каких-то там дуг, и в виде просто, условно говоря, язычков пламени. Все это связано с неустойчивостью магнитного поля Солнца. Однако, наверное, это тема для целого отдельного разговора. Хотя, на самом деле, все вот эти процессы, которые происходят с Солнцем, влияют действительно на Землю. Как мы знаем, Солнце посылает такое достаточно губительное излучение, известное как солнечный ветер. И если бы у Земли не было магнитного поля, то все бы мы, наверное, как-то не улыбались сейчас здесь, а, наверное, где-то горели, горели, горели. Хорошо. Ну и, соответственно, что может произойти вообще, в принципе, с Солнцем? Ну, как и любая звезда, Солнце должно эволюционировать. Можно, в принципе, такую эволюцию звезд представить в виде рождения ребенка, наверное. Сначала он такой капризный, неустойчивый, когда формируется. Мама, хочу молоко, еще что-то. Потом он называет такой подростковый возраст, когда он начинает вытверять какие-то еще более интересные вещи. Ведь, действительно, в истории Солнца были эти моменты, когда Солнце было очень активным, когда излучение Солнца было очень мощным и губительным. Ну, а потом он становится более-менее разумным лет, так в 30. Ну, по солнечным мерам, понятное дело, что не 30 лет, а несколько миллиардов лет. И выходит на главную последовательность, которую, на самом деле, проходит на протяжении всей своей жизни. Что же за главная последовательность? Наверное, здесь надо упомянуть о том, что вот два ученых, Энар Гешбрук и Генри Рассел, систематизировали данные о излучении звезд и построили такую диаграмму, которая называется диаграмма Герцбрунга-Рассела. Здесь диаграмма связывает что? Диаграмма связывает, на самом деле, так называемый спектральный класс, температуру, с осветимостью звезды. И оказывается, что все звезды укладываются как-то вот в такую вот интересную картинку. И мы видим, что здесь есть центральная диагональ и есть какие-то области, где присутствуют какие-то даже единичные представители. Ну и вот эта центральная диагональ называется главная последовательность, которую звезды проходят в основном в течение своей жизни. Ну и вот здесь, кстати, даже наше солнышко обозначено. Вот можем спуститься, посмотреть спектральный класс, узнать приблизительную температуру поверхности Солнца. Ну и вот здесь вот еще приведены, кстати, размеры звезд в сравнении с солнечными. И мы видим, что здесь есть более мелкие, так называемые белые карлики, и наоборот, более крупные, там, оранжевые гиганты, красные, оранжевые сверхгиганты. Ну и есть и такие единичные белые-голубые гиганты. Что же будет происходить с Солнцем? Ну вот Солнце, родившись, вышло на главную последовательность. Здесь у всех звезд происходит в основном переработка водорода в гелий. Но понятное дело, что когда-то этот водород закончится. Ведь звезды не могут ходить в магазин, они не могут себе докупать топливо. Был такой фильм довольно забавный, не помню, как называется, Ядро, по-моему, что американские ученые, там, ну, такой фильм-катастрофа, американские ученые заметили, что Солнце начинает гаснуть, ну, бред последний, что Солнце начинает гаснуть, следовательно, видимо, жизнь на Земле тоже скоро закончится, и посылают команду ученых на космическом корабле с огромной ядерной бомбой сбросить на Солнце. Так сказать, разогреть ядро Солнца, доставить новый материал. Но мы понимаем, что это абсолютный бред, вот, и все-таки водород когда-то закончится, и с Солнцем начнут происходить некоторые преобразования. Какие именно? А Солнце вот с этой диагонали уйдет вот сюда, в область гигантов, то есть оно раздуется. Ну, и как мы понимаем, когда Солнце раздуется, вероятнее всего, оно поглотит с собой то, что близко к нему. Ну, а что близко к Солнцу? Меркурий, Венера. Ну, вот по поводу Земли, тоже это очень сложно сказать, поглотит ли Солнце Землю. Однако, что можно сказать точно? Что как только Солнце станет красным гигантом, изменится так называемая зона обитаемости, о которой уже сегодня был разговор. Следовательно, жизнь на Земле в принципе станет невозможной. И даже если Земля не станет поглощенной Солнцем, то условия на Земле будут примерно такие же, как сейчас на Меркурии. А то еще хуже, поскольку Меркурий все же довольно-таки медленно вращается вокруг своей оси, и поэтому одна сторона, как правило, разогретая Солнцем, нагрета до температуры порядка 400 градусов, а другая сторона, так называемая ночная, относительно холодная. Земля все же вращается вокруг своей оси за одни сутки, как мы знаем, и вероятнее всего на Земле начнется настоящий ад, настоящая инферно. И поэтому жизнь, если она и будет возможна, то она сместится уже к границам, наверное, Солнечной системы, но я имею в виду границам крупных планет, то есть туда, в сторону Сатурна, Урана, Нептуна. Ну и теперь как раз-таки о том механизме, который протекает внутри Солнца. Обещал рассказать. В Солнце сейчас протекают термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Что для этого нужно? Ну нужно взять два по два, то бишь четыре протона. Протон — это ядро гелия, ядро водорода, пардон. Ну, наверное, люди, знающие, знают, что у него есть еще один электрон и спросят, куда там делся электрон. Ну, ответ легкий. Раз температура очень высокая, значит, вещество находится в полностью ионизированном состоянии. То есть протоны, ядро водорода, живет отдельно от электронов. Ну и, соответственно, при столкновении двух протонов рождается так называемый дейтрон. Дейтрон — это ядро, которое состоит из двух протонов. Вот. Соответственно, высвобождается позитрон, нейтрино. Позитрон, взаимодействуя с ближайшим электроном, аннигилирует с высвобождением энергии. Далее это ядро, соответственно, дейтрона и протон, еще один, сталкиваются в ядро гелия-3. Есть такое ядро действительно, хотя оно является не самым распространенным на Земле, его там буквально, по-моему, тысячные доли процента. И, соответственно, сталкиваются два вот этих ядра гелия-3 с высвобождением двух протонов и образованием продукта реакции. То есть ядра гелия-4, тот самый гелий, который мы, собственно, знаем. И таким образом можно сказать, что на примере Солнца, что звезды являются, в принципе, поставщиками химических элементов в нашей Вселенной. То есть химические элементы рождаются в основном в недрах звезд. Однако мы знаем, что сейчас какой? 118-й аганисон был открыт не так давно в Дубне. Ну как не так давно? В 2004 году, если мне не изменяет память, а признан в 2015. Но, понятное дело, какие нужны температуры вообще, в принципе, чтобы сформировать такие тяжелые ядра. И поэтому более тяжелые элементы формируются либо в результате вспышек сверхновых, либо в результате столкновения звезд. Например, была какая-нибудь двойная система, две звезды слились с, соответственно, гигантским взрывом. Образовались новые химические элементы. Почему мы можем об этом говорить? Да потому что мы на Земле живем, в принципе, используя всякие силикаты, железо, платину, золото, серебряные украшения и все такое. А это тяжелые элементы. И поэтому, когда мы говорим, что Солнце, там, Солнцу сколько сейчас? 4,5 миллиарда лет примерно, там, 4,5-5 миллиардов лет, оно не является, скажем так, первичной звездой. То есть все мы с вами, как бы, и все, что нас окружает, это фактически остатки какой-то другой звезды, которая, вероятнее всего, взорвалась, была более массивной, чем Солнце, взорвалась, и, соответственно, все вещество из этой звезды пошло на, ну, в основном, на построение новой системы. Что же будет с Солнцем? Солнце — это все-таки не такая массивная звезда, чтобы взорваться, и поэтому она закончит свою эволюцию, если вернуть назад, наверное, вот, то вот с этой стадии она спустится вот сюда, она станет белым карликом, поскольку вещества, массы звезды не хватит для того, чтобы взорваться. Да и вообще, в принципе, масса у звезды это такая, наверное, самая важная характеристика, поскольку чем массивнее родилась звезда, тем быстрее она погибнет, потому что чем массивнее звезда, тем быстрее она проходит вот этот вот эволюционный путь, тем быстрее водород превращается в гелий, тем быстрее она погибает. Ну, а наше Солнце превратится вот примерно вот в такую вот картинку, сбросит свои оболочки, в центре останется ядро, горячее ядро, белый карлик, и образуется такая красивая планетарная туманность. Таких туманностей мы видели уже огромное множество, и поэтому можно говорить о том, что такой механизм эволюции Солнечной системы вполне правдоподобный. Ну, наверное, на этом хотелось бы завершить. Спасибо вам за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.